Ну что, мы с вами снова на неделе моды в Милане, это самый особенный для меня город, потому что здесь была моя первая неделя моды, сейчас я уже на втором сезоне, до этого я была здесь в феврале, у меня есть влог на канале, обязательно его посмотрите. Короче, сегодня был какой-то невероятно насыщенный день, потому что два перелета, ночью не спали, и мы заселились сюда вместе с Полиной, Полина это моя подруга, на эту неделю моды мы прилетели вместе, и я вам немножко просто хочу показать нашу квартиру, потому что вот посмотрите, вот оттуда мы пришли, и это все наша квартира, там вот я, вот это все уже начинается, наши апартаменты, здесь кладовочка, здесь кухонька, ну тут уже мы свои покупочки разложили, здесь как бы зал и диван-кровать, там спальня, туалет, это все как бы, ну не то чтобы так интересно, как интересно то, какой у нас двор, какие обалденные это апартаменты, потому что здесь есть свой дворик, балкончик, и мы живем, просто чтобы вы подумали, в пяти минутах ходьбы от дома, это самый-самый центр. Мы пришли на первое мероприятие, буквально с корабля на бал, потому что еще пару часов назад буквально мы были в самолете, освоились, и здесь на самом деле очень большая концентрация модников, и очень интересные экспонаты модных костюмов, но не все из них, конечно, можно понять, вон Полина. А вот теперь просто максимальное внимание, потому что я попрошу вас запомнить этого человека, в сегодняшнем влоге его будет очень много. Вот с ней мы, кстати, и приехали сюда, Полин, say hi to my subscriber. Кстати, Полина сегодня познакомилась с моей подписчицей. Да, Полина очень популярная, я прям не ожидала, что я здесь за такой знаменитостью вообще. Да, мы встретили девочку, а она оказалась моя подписчица в Милане. А это Оля, это фотограф, мой уже бессменный практически фотограф на неделе моды, так что Оля, вон тоже какая красотка, у нас прям Russian gang, и вот еще вот такие тут красотки тоже. Так что ходим, смотрим, отдыхаем, это официально первый день недели моды. Какое платьице мы тут нашли. И кожа, и шик. А вот это как будто бы грязью залепленная обувь, посмотри. Мне кажется, я вижу даже волос чей-то, но это прям, да, как пена, необычно очень. Но потом мы сели в ожидании показа, но он очень долго не начинался, потому что в начале модели просто стояли, но в итоге по его завершению можно сказать, что первый день недели моды завершился классно. Мы официально заканчиваем первый день, но пока еще не очень. Полин, как тебе первая презентация? Я считаю, это было просто топ. Все приезжайте. Если у вас есть возможность. Все приезжайте на неделю моды. Если нет, то общайтесь с Алиной. Ну, а потом мы решили, что нам пора поесть. Чем питаются люди в неделю моды? Конечно же, пища богов. На самом деле, это самый лучший анпекинг, который будет на моем канале, потому что здесь то, чего нет в нашем маке. Вот то, ради чего вообще стоит идти хотя бы в итальянский мак. Это картошечка фри с сыром и с беконом. И просто с сыром. И один какой-то барбекю-бургер. И какой-то смоки. В общем, лучшей еды на планете, ну, наверное, практически нет. Вот так вот жизнь гламурная, нифига не гламурная. Потому что я в голове не могу запомнить образы практически совсем. Надо сейчас все разложить, сфотографировать еще раз. Тем более там поприбавились новые элементы одежды, которые бренды уже дали непосредственно мне в эту поездку. И надо все это красивенько разложить, чтобы ничего не забыть. И в итоге надеть все образы. У нас уже тем временем второе утро недели моды. Мы тут недалеко от зоны, где будет показ. Буквально в двух минутах зашли позавтракать. Ну, как, копеечек с мотилочкой. Ну да, он у человека нормально. Утро нормального человека. И как бы наше. Но мы свои еще наверстаем. Мы идем на наш первый крупный показ. На бренд Мэрилинг. На мне нет ничего от Мэрилинг. Но куртка здесь. Но есть в пакете. Потому что очень жарко на самом деле. А пакет-то не Мэрилинг. Пакет вы на самом деле тоже можете запомнить. Потому что это будет вторая звезда после Полины в этом видео. Ну это... Ничего. Спрячем. Подожди, тут уже есть супер, супер знак. Мне 18 плюсы это не дадут. Напиши, что это указательный палец. Надеемся, что мы не сваримся в этих теплых вещах. И нет, ребят, эта куртка не часть моей задумки и моего образа. Я просто фотографировалась в ней для стрит-стайла и пресс-вола. Потому что она из коллекции бренда, на показ которого мы и пришли. Потом я ее, конечно, сняла. Ну что, отфоткалась? Жаришка максимальная? Да. Чтобы вы понимали сейчас. Это женщина, которая снимает, она как бы в бралете. А я в свитерочке. Ну ладно. Вот это Милан. Это Милан. Кто-то в шортах, кто-то в пуховиках. Кстати, так, кто-то в шерстяных пальтох. А кто-то в шерстяных пальтох. Ну и в теплых. Огонь. Зато ковтомодные. Все. Ну вот так вот и выглядит съемка для пресс-вола. И да, мне опять пришлось надеть эту курточку и немножко запариться. Огонючий. И не бред больше в ней. Алина, куда мы идем? Мы идем на показ. Это у нас первый ряд. Ты снимаешь? Реально. Атмосфера. Смотри, тут важнее. Пара-па-па-па. Все? Кстати, показ бренда был очень яркий. И несколько моделей одежды мне прямо запали в самое сердце. Сейчас будем переодеваться между шоу. Потому что мы живем в четырех минутах. Полина у нас ответственная по ключам. Посмотрите на эту дверь. У нас с Полиной есть небольшие проблемы. Ой, с проходом в этот дом Хоббита. Здесь очень-очень низко. Уже можно не перегибаться, Полин. Пока мы тут в пробочке, мы уже переоделись. Для следующего шоу-показа едем на обалденение. У нас тут фэшн-прям Тим. Команда. Девчонки, помашите. Едем на презентацию обалденения. Потом у нас шоу стрит-стайл. Будет еще смена лука. Так что сегодня день сложный. Но не такой сложный, как завтрашний. Потому что завтра у нас много всего будет. Я думаю, это стоит показать, как мы ждем здесь такси. Не даем людям просочиться без очереди. Потому что нам тоже не дают просочиться без очереди. Я думала, кстати, что все европейцы, они такие, типа, вежливые. Все по очереди. Нет, когда ты ждешь такси, все сразу забывается, когда ты куда-то опаздываешь. Человек в голове твой рост. Пожалуйста. Высота каблука. Человек 172. Человек 172. Ну, как бы... Слава богу, я за кадром. Ну, ты человек 180, ростом. С ним, с ним. Давай все только фоткаем. С ним, с ним. Я вам это думаю. Алина теперь ассистент. Ассистент ассистента. Сегодня ты объективно стритстайла, а потом... Но я объясню, почему Алину взяли ассистентом, почему она держит цвет, потому что у нее розу позволяет. Все равно, что... Все, фанат. Да, фанат. Тут ничего не осталось. А это значит... Что пришло время фоткаться. Алина, что ты скажешь свое оправдание? Мое оправдание это то, что я могу посидеть. Наконец-таки. И поесть. Давай быстрее, там сэндвич последний остался. Ты не беги, а то ноги сломаешь. Смотри, я его хранила только для тебя. О, да. Что за звезда, подскажите, пожалуйста. И снова знаменитость в здании. Алина, ну а теперь поподробнее для твоих подписчиков. Что? Кто тебя знает? Кто эти люди? Кого знаешь ты? Не кричу. Скажи о том, как ты узнали все. Да нет, ну никто меня этого не узнал. Кто меня? Кто меня? Нет. Кто меня? Кто меня? Алина, 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 алина. Алина, 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 алина. Нет, ну, некоторые фотографы просто в той неделе моды, они уже тебя запоминают. Если фотки их выстрелили, например... А как вы понимаете, Алину очень сложно не заметить. Если ты... Они понимают, что у тебя есть сколько-то подписчиков, потом ты их себе выкладываешь в шторе, снижают тебя, запоминают, и они уже между собой, потом твое имя говорят. Так что неделя моды... Так что вот так и приходит успех. Время возможностей, да. Мы на Анна Кики шоу, показ внутри. Как тебе фэшн век, Валет? Фэшн век просто супер. Просто фэшн? Да, просто век. У нас не век, у нас в воде есть. Да, ну ничего страшного. Можно не говорить, пожалуйста. Здесь как бы вот я, вот Алина. Просто... Джинялись. Модные люди здесь. Очень большая концентрация. Очень мне напоминает. Шутки шутками, но шоу Анны Кики было одним из самых ярких и запоминающихся вообще за всю неделю моды. Итак, я рассказываю вам все новости к этому часу. Алину. Вон там. Запрягли некие люди сниматься в рекламе. Не знаю, что. Она согласилась. Я ее отговаривала. Говорила Алина, тебе это не нужно. Ну и как видите... Нормально? Так у них еще и воды нет. Вот он вам фэшн вик. Ааа, показик как бы... Как бы если люди запрягают Алину сниматься в какой-то непонятной одежде, что делаю я? Я краду ее камеру и снимаю ее влог. За нее. Всем все понятно? Не переключайтесь, пацаны. Так, ребзя, походу меня тоже запрягают. Всем по... Вот человек. Вот метро. Это очередь на Паппарат? Это... По-другому никак. Такси невозможно заказать. Просто такси нет. Придется ехать на метро. Но девочки знают, они местные. Они по-любому расскажут. А почему очередь туда? Толпа. Алина изучает метро. Алина за эксплорер. Алина и метро. У нас сегодня показ с немножко неприличным названием. Я на экране, как это называется. Уи. Первую букву не произносится. Да, первую букву не произносится. Там огромная очередь на улице. И мы не успели, потому что мы выйдем на метро. Кстати, это очень важно. На практику мы в жизни не успели. Если говорить об этом показе, то очевидно, что было очень много восточных мотивов. Мне это нравится, в принципе, всегда. Поэтому не зря мы сюда спешили. Так, оказывается, еще по этому билетику можно полтора часа ездить. То есть мы сейчас поедем на другой показ. И мы заплатили всего один раз. Тут, говорят, еще есть билетики на три дня. Так что в следующую неделю моды это реально удобно. И самое крутое, что реально без пробок, быстро, не паришься насчет парковок. Девчули, как вам неделя моды? Жим. Полина. Лучший ассистент in the world. И, кстати, этот ассистент уже, между прочим, на сайте NowFashion. Вот так вот человек. Моментально просто. Фэшн втягивается. Когда до показа остается буквально 10 минут, мы срочно должны... Второй раз за день мы едим, между прочим. Поэтому нужно срочно восстановиться. Очень мило, что нам пиццу поделили. Алин, короче говоря, могу сказать так. Стрит стайл. Джилл Сандер просто вообще ни о чем. Тухлый стрит стайл. Тухлый стрит стайл. Нафига мы так быстро ели пиццу, чтобы... С другой стороны, пиццу мы были очень голодные. Я, на самом деле, в принципе, бы ее с такой скоростью съела. Но стрит стайл здесь. Вообще. Друзья, если вы будете в Милане на Джилл Сандере, то не приходите. Варен, сейчас что-то бьют. Меня чуть не убил таксист. Какой хам. Что еще раз сказать? День утомительный. Кушаем плохо. Мало. Но вкусно. Бедненькая. Бедненькая. Сейчас, ну, как, для недели моды по-другому нельзя. Как вообще впечатление от этой недели моды? Знаешь, лучше, чем в прошлую. Во-первых, потому что я не одна. Привет, улечки. Человеку за камерой, да. Я тут. А во-вторых, просто, мне кажется, она активнее. Сама как-то сама по себе. Сейчас пойдем на коктейль-вечеринку в отель Four Seasons. Немного гламура в нашу жизнь. Но у меня без коктейля. Босси с коктейлем. Полин, с коктейлем будь? Я с коктейлем. Вот так вот возвращаешься с показа, себе ничего не предвещаешь. И тут такое. Просто посмотрите. Съедобные сумочки. Fashion Week, кстати, походу, это на Louis Vuitton, да, заказ. Fashion Week повсюду. 2 евро, 35 евро. Очень надо. Особенно голодным нам. Неожиданное включение. Мы сейчас шли оттуда. Нам срочно сказали переходить на эту сторону. Мы не поняли, что происходит. Спросили. А там, походу, какое-то заведение, да. И упал зонт, который может упасть на голову. Вот так вот, неожиданно. И девушка вот стоит и всех отгоняет. И молодой человек, чтобы никто не подходил туда. А это, наверное, какие-то службы приехали, да? Я сначала подумала, что это диджей, но нет. Это, наверное, спасать от этого зонтика. Надо кружиться прямо на пятки, чтобы желание вспомнилось. Выдавлено там. Продавлено. Я это запикаю. Да, я же тебе говорю. А мы изначально пошли туда. Мы начали там кружиться. И нам сказала девушка-полицейская, что нет, надо идти сюда. Вот, блин. В прошлый раз я загадывала там, поэтому и желание не исполнилось. Полина загадывает желание. А сейчас пойду загадывать я. В этот раз точно исполнится. Три раза? Да, три раза. Ну, ты загадала желание? Да. Все, супер, теперь я. Андрея, я продавлю. Сейчас грязные кроссовки. Давай. В деле моды, надо загадать желание. А подожди, не снимай, а то, как я прошусь, а то желание не исполнилось. А ты мое снимала. Загадала. Как бы, если желание не сбудется, то Господь с вами и я готова приходить сюда каждый день, чтобы крутиться на... Третий день недели моды. Лучки, чесночки. Да. Как бы мы выспались, мы пропустили первый стритстайл, на котором хотели пойти. Просто потому, что хотели поспать. На неделе моды поспать, да. Жизненно необходимо. Что очки у меня Полиня, кстати. Ага. Одолжила, украла. Она мне Алина, да. В общем, готова покорять стритстайл. Взяли опять, как обычно, целый пакет очень нужных вещей. Для переодевашек. Переодеться. Ну, опять же. Fashion week mood. Да. Forever. Forever. Скоро увидите все. Если мы не вспотеем и не умрем от жары. Ну, мы, конечно же, вспотеем, но мы не умрем. Мега-модная притча вообще. Алина, что ты скажешь? Что людей очень много. Опять же, человечка у нас запрягли. Она у нас и блогер, и знает лучший ракурс. Друзья, это что? Я очень классно фоткаю, поэтому... Скажи, что это сказал фотограф. Да, это фотограф говорит. А что это говорит Алина? Поэтому подписывайтесь на меня. Я вас фоткаю. Да, что это что? Смотрите, она вот... Я тебе сделаю пару кадров. Я тебя, кстати говоря, фоткала на фэнде. Значит, и снова я вам рассказываю историю. Зашли мы в зал. И нашей звезде сказали сидеть на втором ряду. Это что за дела, сказала она. Я на втором ряду... Граци милле. Я на втором ряду сидеть не буду, как и моя Пося. Поэтому, девчатки... Ту-ру-ту-ту-ру. Да. Так что мы вам будем все показывать с первого ряда. Если Алина не упомянет, что я ее камерамен, камеравумен... Я думаю, что уже все во время этого блога Полина это поняли. Да, ну слава богу. Ставайте свой канал. На тебя кнопку подписываться. Друзья, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что мои видео без тебя теперь смотреть не будут. Скажут, где Полина? Верни Полину. Говорите так, пожалуйста. Вот такой стрит-стайлик. Чувачки. Алинку фоткают. Ну и меня заодно. Друзья, пофоткайте. Ой, Алина, я сказала запретное слово. Тебя поставят 18+. Мы уже ворвались на шоу Дженни, переоделись в такси, потому что на мне тоже жакет бренда Дженни. Полина сзади и винишко. Пояс мне не подошел под жакет, и поэтому я решила его использовать как галстук. Сейчас идем на шоу. Вообще, в этом кусочке видео я распинаюсь про то, как мне нравится шоу Дженни, как я его жду. Но внимание на задний план. У Полины тем временем берут интервью. Вот так вот и становятся селебрити. Ну и, конечно, по поводу шоу Дженни. Как обычно, нет слов. Невероятно продуманные, женственные, очень красивые наряды. Ну, опять же, просто восторг. А это показ бренда Луиза Бекария. В этом году он проходил в каком-то невероятном месте. Была потрясающая атмосфера, несмотря на то, что мы опоздали на показ. Посмотрите, девочки реально играли весь показ в бомбинтон. Так что просто браво за организацию. Итак, чувачки, мы приехали. Агентство Монска. Сейчас я вам все покажу. Да. Вот оно точно. Это круто, крутотенюшная агентство. Оно модельное. Оно модельное. И посмотрите, вот все эти люди сейчас, в данный момент, максимально занимаются тем, что букируют и назначают всякие встречи для моделей. Итак, Алина, где мы и что мы делаем? Рассказывай. Территориально не имею понятия, где мы находимся. Но где мы не очень далеко от центра. Вот так, после стрит-стайла Ботега Винетта, между прочим, пришли в поисках еды, потому что мы еду не можем найти. А когда мы завтракали? Мы только завтракали. Мы завтракали. Мы доели наши йогурты. Мы доели йогурты и съели кусочки сыра. Да. Ну вот мы заслужили поесть. Причем один на двоих. Мы заслужили поесть. Да. Сколько время сейчас, чтобы вот понимали? Сейчас 18.34. 35. Не води людей в запрос. Это наша первая нормальная еда за день. Мы нашли какое-то кафе. И как назло, кстати, в сторисе я это рассказывала, что мы искали еду. Обычно в Италии ты все время натыкаешься на кафешке. То есть ты идешь и просто выбираешь все подряд. И думаешь, мне это подходит? Не подходит? Да. Пятьсот. Пятьсот, шестьсот. Пятьсот мы шли и как бы ни одного заведения. Мы нашли заведение, внимание, по запаху. Да. Мы нашли запах еды и мы пришли сюда в... Как называется? Вот здесь не написано. Бар The Best. А, Меланеза Кафе. Меланеза Кафе. Не будем мучить людей нашим итальянским, но в этом очень много людей... То есть он очень меланеза. Вот я считаю, что вот это уже впечатление, чтобы вы понимали. Алина, открывай. Мы можем, в принципе, уже ничего не заказывать. Можно просто вот это есть. Подожди, а это хлебные палочки? Ну, в принципе, я очень это люблю. Кстати, в наших российских заведениях не приносят сыр почему-то. Они очень жадничают. Либо если приносят, то добавляют сырник солидный. А здесь палочки? Полина, это хлебные палочки. Друзья, всем пока. Вы посмотрите, это солнышко. Оно светит для меня. Да, Полин. А у меня, как обычно, нет. А у тебя темное солнце, так еще и зеро. Темное солнце было от зеро. Да. Кстати, понятно, что мне очень жалко людей с аллергией наглядной. Прям безумно жалко, потому что... Алин, ты сейчас во вложике, как будто бы пьешь мой опироль. Ой, где-то я его попью, да? Друзья, это просто бомболео. Это называется, дали камеру Полине снимать ее любимые объекты. Вы понимаете просто, ну, я могу вам сказать, что я ничего красивее не снимала. Ну, кроме тебя и опироля. Причем не факт, что ты на первом месте. Я не претендую, абсолютно. Ты что? Ой, ну все. Влог, который мы заслужили, Полина. Я плачу. Граци, аморе мио. Друзья, вы видите это. Полин, люди зашли посмотреть, знаешь, влог с недели моды. Ну, с другой стороны, они должны видеть все, как есть. Как мы плачем над фото. Это Полина, да, человек, который за кадром. И который больше всех радуется. Вы понимаете, это просто комплект настоящего итальянского. Итальянская Полина стартер пэк. Вот в этом все модно. Я здесь остаюсь. Оставайся. Все, давай, папа. Полин, я готова. Да, да, включаем камеру срочно, срочно. Мы снова в Монстре. И Алина снова встречает своих подписчиков. Да, ты еще инжензы практически. Такое же все время. В это время я снимаю для вас влог. Ты попала влог. Влог? Влог, да. Ой, классно, короче, подписывайтесь. У меня влог в инстаграме. Так, все, до свидания. Кстати, они мегавысокие. И я рядом с ними вообще крошка. Скоро, что ж у которого рост? У меня метр восемьдесят один. Мне до вас далеко еще. Сколько же тогда? А ты сколько? Я же не верила. Ну, если тебя померить, надо исходя с тебя видеть. Себок мой. Модельного агентства, если события. Пока. Пока-пока. Вы только посмотрите. Вот так вот по телевизору модельного агентства ходят. Красавчик. Покажи, кстати, как снимают тест вот эту штуку. Это для тех, кто не был в модельных агентствах внутри Европы. Посмотри. Так вот прям снимают. Здесь модельные тесты. Вот фотограф. Пожалуйста, в любой момент. Они будут снимать. Вот так вот. Пока Алина тут болтает, посмотрите, что нам принесли. И вот это... Ништяки просто. Еда богов. Последний день по Милане. Да, вот эта радость стоит десять евро. Да, десять евро, кстати. И еще и кофе нам принесут. Пармезан. Реально, это блог не про неделю моды будет, а будет... Почему? Еда это неотъемлемая часть недели моды. Мы сидим в вот таком вот каком-то закутке. Вот. Вообще, это огонь огненный. Всем пока. Мы сходили в агентство. Ну, стоп, мы же покушали. Ну, ладно. Да, мы же покушали. Мы покушали, сходили в агентство. И вы можете меня поздравить. Все официально, все подписчики Алины. Я подписала контракт с крутым агентством. Монстр. Да. Алина максимально подбивала меня на это действо. И, собственно... Вытащила из... Откуда я тебя вытащила? Ты меня вытащила из... Карна рабства. Домашнего рабства. Да, рабства и максимальной привязанности к моей прекрасной няне в три часа дня. Да. Поэтому у нас теперь уговор. Первый мой большой контракт. Я дарю Алине максимальный подарок, чтобы... Карму компенсировать. Компенсировать карму. И чтобы, так сказать, напомнить и себе, и ей, что вселенная делает очень хорошие вещи. Нас сейчас собьет машина. Главное не сидеть на месте и ловить любые... Да. Если вы... Если вы так же, как и я, чувствуете, что все... Что вы никуда не двигаетесь и ничего не происходит в вашей жизни... Напишите Алине, блин, она знает, что вам сказать, как поднять вашу задницу с дивана и вообще сделать из вас нормального человека, вернуть вас к жизни. Просто делать. Алина, спасибо тебе большое. Ты супер топ. Я тоже скоро буду супер топ, и вы будете подписаны на мой влог. Да, какой-то уложек модельный будни от Палишки. Да. Так что все, ждите меня на подиумах всего мира. Да, да, и ждем ее крупный контракт, чтобы у меня был подгончик кармический. Мне этот подгончик не нужен. Просто чтобы... Он нужен будет мне, чтобы отблагодарить вселенную за то, что, а, я встретила Алину, б, что Алина встретила меня, конечно же. Не будем скрывать этого факта. Да, и что мы познакомились, и что мы... Сколько мы лет знакомы? Три? Три года. Три года. Мы знакомы три года, и, наконец-то... Я просто... Я написала Полине просто неделю назад, да, в понедельник прошлое. Я написала, говорю, Полин, едем в Милан? А Полина такая. Да, едем, а почему бы и нет? И вот так вот вжух... Полгода просто сидел спокойненько. Вжуха моя жизнь изменилась за четыре дня. Контракт, все. Вы понимаете? То есть жизнь меняет даже не дни, просто секунды. Секунды. Секунды и просто ответы, да. И я просто такая говорю, а что поехать? Можешь взять Полину? И как бы Полина? Как бы, ну, а кто если не Полина? И в итоге все. Ребята, это вообще... Вы не понимаете, что это такое, вы поймете, что это такое. Нет, если просто главное, чтобы подписчики тоже не сидели на диванчике. Да, не сидите делать... Алина, это тема нового видео. Я думаю, уже когда вернешься с месячной поездки в Милан, мы это снимем с тобой. Мы снимем видос с вами. Я думаю, мои подписчики захотят, чтобы с тобой были еще ролики. Блин, пожалуйста, я вас очень прошу. Говорите Алине, чтобы у меня было побольше во влогах. Я прям вообще... Припирного времени. Я с радостью. Ну, я и камерамен, камеравумен, как бы, очень толковый. Да ты еще фэшн ассистент. Фэшн ассистент, модел, ну просто... Вы не представляете. Хочу, я тоже, давай. Но, но, но... Это классика миланских. Чувак хотел занять мое место камерамена. Ну, нет. Ну, ты уже может занимать, ты уже все-таки модел. Так, чувак, возвращайся, давай. А вообще, да, пока Полина пошла купаться, мы зашли в квартиру. Хочу немножко продолжить тему, которую мы начали на улице. И это правда, что нужно меньше сомневаться. Вот я по себе понимаю, что я долго думала, может быть, ехать на эту неделю моду, может не ехать. Хотя я была на прошлое, я человек сомнения. И я понимаю, что когда ты сомневаешься, ты тянешь из себя энергию. Поэтому, если вы сейчас смотрите это видео, не сомневайтесь, просто делайте. Самое плохое, что вы можете сделать в этой жизни, это не попробовать и что-то не сделать. И не ждите какого-то отдельного толчка. Просто перестаньте сомневаться и делайте то, что вы давно хотели делать. Мы с Полиной нашли что-то уникальное в своей прекрасности. И меньше моего телефона. Просто. Это шедевр, я согласна. Они будут бегать по тебе. Это очень прикольно. Типа я никогда не видела такие, ну прям маленькие, но они такие милые. Они как игрушечные. Ирония, мне кажется, знаешь еще в чем, что человечек маленький, которым это по размеру, он, наверное, еще не ходит даже. Он даже никогда не сможет их пойти, потому что я явно, знаешь, вот это. Это для кота? Можно купить это для кота? Кстати, твоему коту бы, наверное, по размеру бы подошло. Офигеть. Но я думаю, что это дороговато для твоего кота будет, нет? 27 евро. А у кота коту нужно, ну как бы, как минимум две пары. Кроксы для кота. Еще один мой любимейший магазин. Я в Барселоне была в таком. Мы в восторге. Это магазин с удочками. Вы представляете? Это один лучший магазин в моей жизни. Это Дамблдорф? Мне кажется, это Мэрилен, это не относится к Дамблдорфу. Мы сегодня крайний денечек гуляем по Дуома, по окрестностям, вообще по Милану. И есть одна особенность, по которой мы не ходим вон там, по центру. Миссия. Ну, это как обычно люди, которые торгуют фенечками. Фенечками, зерном, я не знаю, на голубей. Есть очень крутая особенность. Полина боится голубей. Адски. Это моя самая большая фобия. Просто, это же мерзко. Это летающие крысы. Ну, я тоже не фанат голубей, но я их не боюсь. У тебя прям какая-то... Я именно боюсь. Меня аж трясти начинает. Это, кстати, не шутка. Мы реально не можем из-за Полины вот туда пройти спокойно. Ее прям трясет. Посмотри, что это. Это кошмар и ужас. Я первый раз вижу человека, который настолько ненавидит голубей. То есть, я их тоже не очень люблю, но Полина их прям боится. Кстати, интересно, есть кто-нибудь еще из моих подписчиков, кто настолько же сильно может разделить? Пожалуйста, напихнитесь, люди. Вам надо создать чат в Телеграме, да? Людей, которые боятся голубей. Но зато какой прекрасный дома, да? Несмотря на голубей. Несмотря на голубей, он все равно прекрасен. А мы идем в поисках мороженого, кофе. Кофе, да. И просто красоты. И красоты. Пошли сходим в Apple Store. Сегодня, кстати, 20 сентября. И сегодня первый день продажи айфонов. Ну, мы как бы не рассчитываем. Нам пока не надо новые айфончики. Но хотя бы посмотрим, сколько там же людей. Мне кажется, что очень много людей захотят приобрести айфон. И я никогда не была... Просто в Ростове нет App Store. Нет App Store. И, соответственно, я никогда не видела ажиотаж продажи айфонов вживую. Пошли сейчас, кстати, зайдем, мы смотрим. Мне кажется, их уже раскупили. Ну да, мне кажется, их уже нет. Мы хотели пройти туда, сквозь галерею. Но у меня, кажется, началась... Как называется боязнь большого скопления людей? Я точно не помню. Еще один пункт нашей сегодняшней программы. Мы пришли в App Store. В день продажи айфона. Здесь много людей. Но я вам скажу, мне кажется, что в России людей реально еще больше. Я хотела взять тот телефон, но оказалось, что девушка просто подзаряжает свой телефон. Это просто гениальный лайфхак. И думаю, почему она мне его не отдает. Вот так вот выглядит новый айфончик. Так что мы серьезно подумываем, нужен он или нет. Потому что я, на самом деле, спокойно ко всяким айфонам. У меня самсунг. И второй телефон. У меня как раз-таки айфон. Но у меня айфон 7+. То есть я не комплексую. Да. С моим айфончиком. Но у меня, у тебя модненький, а у меня 7+, старенький. Можно будет его обновить. Но визуально, конечно, я не техноблогер. Но это не очень красиво, на мой взгляд, смотрится. Да. Но что делать, если из того, что есть. Это сейчас самый новый, наверное, самый производительный айфон. За что еще я люблю Милан? За потрясающе красивые витрины. Просто мы... Какую бы витрину ни проходили, они все красивые. Конечно, они не так меня поражают, как, например, в феврале. Но вот избранные бренды, конечно, делают очень красивые. И мне, например, безумно нравится в этом сезоне Ботега Винетта. Потому что просто лаконично, ничего лишнего. Хотя, вот честно, вот правда, я не фанат вот этого вот формата обуви. Это очень модно, там, трендово. Но вот не могу понять я красоты этих калош. То есть, ну вот не всегда я понимаю какие-то модные тенденции. Хотя босоножки вот этой формы мне кажутся более красивыми, чем вот. Ну, я думаю, даже не стоит обсуждать. Вы сами все прекрасно видите. Итак, я снимаю вам дома на фоне метро. А в это время Алина в очередной раз встретила своих подписчиц. Ой, Господь всемогущий. Моя хорошая, радуйся, ты попала во влог. Моя хорошая, ты тоже попала во влог. И ты, мой хороший, тоже попала во влог. Все мои хорошие попали во влог. Ой, на фоне дума. Я такая вся крутая. Но со мной никто не фоткается. Если вдруг вы после просмотра этого влога решите внезапно поднять мне самооценку и порадовать меня, подходите и фоткайтесь со мной. Пожалуйста. Ну, потому что Алина уже как будто бы немножко зазналась. Ладно, шучу. Если что, она это вырежет. По-любому вырежет. Ну, в общем, если что, знаете, что как бы... Я тоже ничего такая. Это все Алина, да? Алина? Ну, ладно, это ее влог. Вот такова жизнь блогера. Ну, как бы понимаете, да? Есть, честно говоря, темноватые. Айтрум есть. Фэшн-блог превращается в астрономический влог. Потому что это не просто пицца. Ой, ну это мое, не смотрите. А мы уже не сняли. Здесь была еще закрытая пицца. Мы немножко сняли. Здесь здесь, короче, было очень много людей. Мы поэтому зашли в это место. Потому что в блоге есть много местных. То надо... Местных очень много. Все заполнило. И был последний стол. Мы сели, и мы не пожалели. Я название либо в это видео оставлю, либо у меня в сторис. Он с такими. Пицца, по-моему. Она, кстати, очень недорогая. Ну, сколько она, по-моему, 10 евро стоит. 10 евро вот это и вот это 6. Это 6 евро. Ну, ее нет. Ты скажешь, что она как чебурек вообще. Она была закрытая, мы не сняли. Потому что мы были такие голодные. Это просто вынос мозга. Типа, если в Италии везде вкусная пицца, здесь мы с Полиной просто умерли. Мы решили срочно поделиться впечатлениями, пока ее не съели. Но это правда, это бомба. Здесь еще есть сосиски. У нас не получилось снять раньше. Сняли только сейчас. Я, на самом деле, была в таком же прикиде, как и Полина. Я просто переоделась... Как смерть. В цивильный внешний вид. Относительно. Потому что сейчас поеду к папе на день рождения, а Полина поедет кутить домой. Наша поездка закончилась. Эти 4 дня подошли к концу. Что нам, что мы можем сказать? Можем сказать, что прилет все было супер, все было классно, но у нас стойкое ощущение того, что мы пробыли в Милане не 4 дня, а так ощущением будто на месяц. Месяц минимум. Слишком много событий было. Да, мы были слишком активными эти дни. Ну, вы сами, я думаю, это поймете. Потому что... К коротенькому влогу относительно. То есть, у вас супер топ. Приезжайте в Милан на неделю моды. Мы будем вас ждать. Мы будем там. Надеюсь, в следующие разы будем еще на других. Полина будет на подиуме уже. И мы, я вам пообещала, если Алина не вырежет этот момент, он есть в другом пуске видео. Я не видела этот момент, да? Я не видела этот момент, потому что я у тебя за спиной снимала. Что на следующей неделе моды вы будете фоткаться уже не только с Алиной, но и со мной. О, so cute. Я, кстати, думаю, что по-любому, даже как минимум, после этого влога у тебя появятся подписчики по ленту. Даже если у тебя нет канала, но у тебя будут подписчики. Они создадут за тебя канал. Здесь Алина напишет, пульса дура. Нет, нет, нет. Ну, ладно. Все, тогда пока-пока. Всем пока. Неделя моды завершена? Ура! Да. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и у меня получилось передать атмосферу этой неделе моды, потому что, как видите, она была действительно наполнена событиями, впечатлениями. Надеюсь, что и на следующую неделю моды у меня получится взять вас с собой, показать, как это все было. Ну и, конечно, самое главное, не бойтесь мечтать, не бойтесь действовать, потому что в этой жизни нет ничего невозможного, и всего лишь одна секунда, одно действие и одно небольшое событие способно изменить вашу жизнь так, что в это будет трудно поверить, и откроют перед вами новые двери. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok